1 октября с 7.00 до 20.00 граждане Латвии изберут 100 депутатов 14-го сейма. Проголосовать можно за один из 19 партийных списков. Последние партийные рейтинги, составленные с 15 по 20 сентября, показывают, что наибольшей поддержкой пользуется партия «Новое единство». За ней следует национальное объединение. У партий «Объединённый список» третье место. Конечно, я за новые силы. На мой взгляд, старые силы исчерпали себя. Нам нужны серьёзные перемены. Партия «Согласия», которая на прошлых выборах в Сеем в 2018 году была лидером, сейчас на пятом месте. У неё самое большое падение в рейтинге из всех 19 партий. «Согласия» – партия этнических россиян, изначально имевшая тесные связи с руководством России, но после 24 февраля – осудившая действия Путина. Однако ей это не помогло. Социологи говорят, из-за вторжения России в Украину многие русскоязычные ранее положительно относились к России и её правительству, но теперь сомневаются в своём мировоззрении. «Поэтому у меня есть основания полагать, что многие русские, русскоязычные, в настоящее время не чувствуют психологического комфорта». Также по рейтингам согласия ударили вопросы демонтажа советских памятников и ускорения полного перехода на государственный язык в средней школе. Для Елены Матякубовой, учительницы Рижской школы и руководителя Русского культурного объединения, политические партии подняли самые болезненные вопросы для населения на предстоящих выборах. «И мне кажется, это политическая ошибка и даже преступность, потому что я была уверена, что мы можем обо всём договориться в нашем государстве. На сегодня в программе только двух партий стоит вопрос об образовании, все остальные этого не замечают. Просто русских нет, не должно быть. Они должны ассимилироваться». Заместитель главы партии национального объединения Рихард Колс, который, согласно опросам, может занять второе или третье место на выборах, заявил, что вторжение России подвело черту для русскоязычных граждан, которые не перешли на латышский язык за более чем 30 лет независимости страны от Советского Союза. «Я думаю, что 24 февраля вторжение в Украину как бы подводит эту черту. Я имею в виду, что у нас больше нет серой зоны. Это черное и белое. Вы поддерживаете Путина? Ну, здесь в Латвии вас никто не держит». Накануне голосования канцелярия президента Латвии Эйгелса Левица опубликовала обращение, где, в частности, он призывает выбирать тех, кто ценит национальную латышскую идентичность, укрепляет позиции латышского языка среди народа, что стирает из общественной среды оставшиеся следы оккупации. Поэтому я не верю партиям и политикам, которые на протяжении десятилетий не признавали и не осуждали оккупацию Латвии, которым все еще трудно понять, что латышский язык является нашим единственным государственным языком. Партиям и политикам, которые до сих пор рассматривают Россию как торгового партнера или мечтают о видах на жительство для граждан России. Эгел Слэвиц, президент Латвии из обращения к соотечественникам. Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш, правительство которого является одним из самых стойких критиков России и сторонников Украины в Европейском Союзе, сказал, что война в Украине консолидирует латвийское общество. Его партия «Новое единство», по мнению аналитика Богдана Мироненко, станет победителем на выборах и голосовать за нее будут также и этнические россияне. И у меня есть, конечно, тоже такая гипотеза, что много этнических русских граждан, государства, много, скажем так, русскоязычных будут голосовать за эту партию, чтобы, скажем, выглядеть своими, влиться, скажем, показать свою интеграцию. И не будут голосовать либо за согласие, либо за еще более марнимальный русский союз Латвии, председатель которого Татьяна Ждунов подкрыто поддерживает российскую агрессию. Накануне выборов премьер Каринш уже заявил, что в новом парламенте для них наиболее желательен союз с партиями, которые и сейчас входят в коалицию, говорит Богдан Мироненко. Российские партии, скорее всего, не пройдут в парламент, а новая коалиция продолжит курс по поддержке Киева. Продолжение следует...